Всем привет, друзья! С вами снова Александр и Залим. Здравствуйте! Сегодня мы хотим с Залимом вам показать и сравнить две просто мега популярные коляски в сети магазинов. Первая коляска, это всем известный, кто вот хоть немножко в колясках что-то искал, смотрел, это бренд Cybex. Он и в креслах очень популярный бренд, и в колясках, но такой один из лучших. И сегодня мы посмотрим с вами на такой средний ценовой сегмент. Это не дешево, сразу вам говорю, но это не самый премиальный продукт. Такой с хорошей, твердой среднячок. Я сегодня покажу вам Cybex Balus S-Lux, а ты? Cybex Talos S-Lux. Как вы видите, коляски очень похожи и в WhatsApp, и в Instagram, и это всюду вопросы, чем именно они отличаются. Потому что вы видите, они очень похожи друг на друга. Но на самом деле разница у них приличная, казалось бы, на первый взгляд, ее особо и нет. Давайте в двух словах я назову технические характеристики, и потом это сделает Золим. Напомню, Cybex немецкая компания, гарантию производитель дает один год на своей коляске. И вес с люлькой у Balus S-Lux 11,6, с сидением 11,2. Очень-очень хорошие показатели в этом отношении. Наклон сидения прогулочного, тоже мы это покажем, 110-175, тоже очень хороший показатель. С рождения до 4-5 лет можно их эксплуатировать, соответственно. Колесная база, ширина здесь 60 см, поэтому даже в любой стандартный лифт вы заедете без проблем. Так, размер люльки сразу скажу, 77 на 30. Люльки, насколько я знаю, у них абсолютно идентичны. Да, люльки одинаковые абсолютно, что по материалам, что по внутренним габаритам. Да, здесь все братья-близнецы. И до 22 кг, соответственно, можно возить ребенка. Да, в Cybex Talos S-Lux характеристики будут немножко отличаться. В первую очередь это весом. Данная коляска будет потяжелее. Коляска с прогулочным блоком будет весить 14 кг 100 г, а с люлькой 13,9-13 900. Отметил бы, что в прогулочном блоке, раз, соответственно, про Балюс сказали, спинка будет чуть более поднятой в лежачем положении на 5 градусов, то есть 170 градусов. Ну, сидящее положение такое же, 110 градусов. По ширине колесной базы все так же, 60 сантиметров. Тоже 22 кг. И тоже до 22 кг. Это примерно до 4-5 лет возраста ребенка. Да, и я еще не сказал, сейчас мы стоят здесь немножечко отличающиеся серии колясок, потому что Балюс S сейчас стоит так чуть-чуть более люксовая все-таки версия со светлой рамой, и ручка здесь из эко-кожи, и в прогулочном блоке тоже, насколько я помню, да? Да. А здесь... Талос S мы в данном случае демонстрируем с черной рамой и со спиненной ручкой, но при этом, как Балюс S бывает в такое же сочетание цветов, то есть с черной рамой и спиненной ручкой, также Талос S люкс бывает тоже с хромированной рамой и с кожаной ручкой. В двух словах, скажем так, чуть-чуть все-таки покажем мы вам люльку, вот я вам покажу, это будет точно такая же. Здесь вдруг, кто не знает, освежим в вашей памяти. Есть у нас смотровое окошечко такое для вентиляции, абсолютно идентичная ручка для переноски. Ручка здесь в козырьке, спиненная резина будет и там, и там получается. Вот, внутреннее пространство у нас, соответственно, тоже покажу, просто освежу в памяти. Смотрите, накидка держится на кнопках, кстати. Накидочка на кнопочках, это хорошо. Липучки изнашиваются, а кнопки гораздо более долговечные. Сейчас вот, давайте я сниму. Снимается здесь с помощью двух кнопочек снизу и поднимаем. Здесь, по-моему, точно такая же система. Да, кнопки имеют эффект памяти, их можно по очереди отжимать, и за счет чего у нас есть возможность одной рукой снимать люльку. Матрасик мягенький, деревянное дно, кому это важно. Также у нас здесь есть снизу два таких небольших кармашечка для чего-нибудь. Салфеточки влажные, например, можно положить. И в основании здесь есть и четыре ножки, чтобы можно было смело ставить на землю, не бояться, что она там покорябается, если еще что-то с ней случится. Так, давай сразу поставим прогулочные блоки. Убалиус С, вот прогулочный блок. Кстати, по размеру, по длине Убалиус С отличается, насколько я знаю, длина. Здесь 93. Да, 93 Убалиус С, тогда как у Талос С длина спальная вместо 90 сантиметров, немножечко короче. Но при этом по ширине. У Талос С люкс шире на пару сантиметров. 32 сантиметра Талос С люкс, Балиус С 30. И смотрите, отличаются подножки. Там у нас... С упором для ножек, да. Здесь этого нет. Балиус С ровная подножка. Так, как я говорил, здесь у нас эко-кожа, здесь и здесь, именно в этой версии. Да, здесь тоже бывает такая же версия, но в данном случае пластиковый бампер и спиненная ручка. Так, козырьки давай сравним. Вот в Балиус С, сейчас здесь еще есть дополнительная секция, я ее открою. Вот так вот сделаем. И тогда сразу опущу, как раз таки вот 175 градусов, вы увидите. В козырьке здесь сверху есть тоже смотровая окошечка с москитной сеточкой. Эта секция, она выдвигается, напоминаю. Да, в ТАЛОС С люкс хорошее сидящее положение. Спинка регулируется в нескольких положениях и 170 градусов выглядит вот так, вполне горизонтально. Козырек здесь глубокий, и я бы отметил, что закрывается он еще глубже, чем у Балиус С. Вот до такой степени. Да, очень жирный козырек. Здесь есть секции такие прозрачные, это не сеточка, это непродуваемые секции с силиконом обитые. И есть возможность открыть окошечко, а также сеточку вот именно с задней стороны козырька и спинки. И эту секцию можно закрыть вот так, на шнурочке и на кнопочке. Летом будет очень актуально. И насколько я вижу, невооруженным взглядом у Балиус С блок чуть-чуть ниже расположен, да? Да, на 3 сантиметра выше блок расположен у Талас С, в отличие от Балиус. Так, и по поводу рамы, регулировки ручек. Здесь тоже, по-моему, очень схожая ситуация. Телескопически регулируется ручка, что Талас, что Балиус С. Да, но раз дошли до ручки, отметил бы, что ручка, хват здесь чуть поменьше. Более толстая ручка будет у Балиус С, Талас чуть-чуть поменьше. Да, вот как я прям люблю. Я люблю, когда ручки толстенькие такие, ну, не знаю, кто увереннее, что ли, держится. Так, естественно, блоки оба, они реверсивные. Можно их, соответственно, менять, что по ходу, что против хода движения. Вообще, в 2 в 1 колясках, это как норма практически в 99% случаев. Вот. Так, давай сейчас теперь сравним с тобой нижнюю часть. Я бы обратил внимание, вот что я прям опустил ее сильно. Я бы сейчас сравнил с тобой багажники, потому что они здесь отличаются. Расскажи про свой багажник. Багажничек имеет свободный доступ. Объем, на мой взгляд, вполне достаточный, чтобы в прогулке вещи сюда складывать. Очень большой багажник. Да. С очень удобным доступом. По ощущениям, немножко бы больше будет, чем у Baleos S, но у Baleos S поглубже, да? Да, у Baleos S еще есть вот такая вот площадка для ног, ступенька, скажем так, когда ребенок залезает, она более удобная. Там же это просто как немножечко рама идет. Но тоже немножко ребристая поверхность. Ну, здесь как-то вот эта часть, конечно, сделана получше. И по багажнику здесь, в принципе, очень схожая ситуация, только Baleos S багажник, по моему мнению, немножечко покомпактнее, ну, слегка. Ну, хотя и того, и того будет вам хватать за глаза. И в основании здесь багажники пластиковые пластины вшиты, чтобы он сильно не провисал. Там же тоже, по-моему, да, пластины есть? Да, здесь есть тоже такие прокладочки, которые придают жесткость. Ну, а теперь, вот основное их отличие, которое их отличает достаточно сильно, это колеса. Что вот у тебя за колеса стоит? Колеса резиновые. Отметил бы, что колеса имеют диаметр спереди 20 см, сзади 30 см, что вполне прилично для использования коляски на круглый год. У Baleos S на 2 см диаметр. Диаметр колес будет меньше, что передний, что задний. То есть 18 и 28 см. Но это ни в коем случае не делает Baleos S менее пригодной для зимы, чем Talos. И та, и та для зимы хорошо себя чувствует. У Talos просто чуть больше запас, скажем так. Вот уверенности, наверное, появляется у родителей. Что касается амортизации. Здесь у нас классическая система, самая проверенная, надежная. Пружины, очень мягкая амортизация здесь спереди, очень приличная и сзади. В Talos тоже. В Talos схожая абсолютно конструкция амортизации. Встроенные пружинные блоки на каждом колесе позволяют плавно перемещать коляску по неровностям. В наших российских реалиях это очень актуально. Собственно, технические отличия все мы вам рассказали. Они очень похожи, но раненцы вы видите и есть. Что ты хочешь добавить? Хотел бы добавить, что в плане прогулочного блока, а этим блоком они в большей степени отличаются, в Talos такой более закрытая будет коляска. То есть в плане укрытия ребенка от непогоды Talos S в этом плане более интересно закрывает ребенка. Бортики дополнительные по бокам чуть-чуть есть, глубже закрыт. Вот в этом отношении, конечно, у Baleos S она немножечко проигрывает. Здесь ребенок чуть как на ладошечке лежит и не так хорошо закрыт. Но на самом деле хороший меховой конверт, мне кажется, всегда решит эту проблему. Конечно, да. Ну и тем более козырек здесь тоже очень приличный. Да. Вполне неплохо закрыт. Так, теперь давай их сравним в сложенном виде. Как они будут в сложенном виде. Покажи пока ты. Отмечу, что коляска складывается вместе с прогулочным блоком в любом положении блока. Для этого нам надо будет сначала прогулочный блок убрать до конца вперед. И, да, и отгибая сверху рычажочек, нажимаю кнопку и в таком положении вдавливаем ручку и опускаем. Вот такое положение будет в сложном виде у TALOS S-LUX. Есть ручка, да, чтобы удобно было носить с собой коляски. Вот эта ручка, это важный момент, потому что у многих колясок ты берешь не пойми за что, или там какой-то хлипенький такой ремешочек пришиб, который, такое ощущение, сейчас оторвется, здесь вообще такого нет. Мощно, хорошо, за всю раму держишь, вот так поставил и все. Балюс S в принципе аналогичная ситуация. Только она у меня сейчас в ту сторону повернута. Так же отжимаем, толкаем. И, собственно, все вот так вот и выглядит. По объему? По объему Балюс S определенная немножко компактнее будет. Немножко, немножко. Колесо подмел, да? Если выставить другую сторону. Ну, можно поставить, да? Но это надо прямо вот так вот поставить. И то лучше блокировать. Да, колеса блокируются и в Талос S-Lux, и в Балюс S-Lux. Поэтому с этим проблем не будет. Так. Сейчас разложим. И подытожим. По большому счету, мне кажется, мы за Лимом все, что хотели рассказать, рассказали. А что с ценовой диапазон? Большая ли у них разница в цене, не учитывая никакие акции? У нас, получается, Балюс S стоит на сегодняшний день 84 тысячи. Акционная цена. У Талос S-Lux акционная цена 79 900. Но смотрите, чтобы были актуальные цены, вы их видели, мы добавим ссылку вниз в описании и на Талос, и на Балюс S. И там вы можете в тот момент, когда будете смотреть этот обзор, посмотреть актуальную цену, какие идут акции. Потому что очень часто бывают очень вкусные предложения у Сайбокса. Да, на сегодняшний день, да. Да, думаешь, нечего людям предложить другое, потому что самое лучшее предложение на рынке иногда бывает. Поэтому внизу цены актуальны, проверьте. Разницу мы вам рассказали. Это немножечко такая вот, скажем так, версия для более теплых мест. Это более такая зимняя, как мне кажется, более закрытая колясочка. Да, Балюс S полегче будет, компактнее в сложном виде. Ну и, соответственно, меньше места в багажнике будет занимать. Да, 11 против 14 килограмм. Это ничего себе разница. Ну, собственно, выбирать, как всегда, вам. Мы лишь за ним хотим пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Покупать вы прекрасно знаете где. Ссылки внизу в описании. И удачи вам. Пока. Всего доброго вам.